Музыка Особое внимание органы прокуратуры уделяют преступлениям, совершенным несовершеннолетними. Несмотря на профилактику, их количество не снижается. Одно из таких дел было рассмотрено в Орехово-Зуевском городском суде. Шесть подростков, учащихся в школе, решили собраться, списались в ВКонтакте. И один предложил, давайте соберемся и нападем на лица неславянской национальности. Они собрались, взяли с собой все необходимое – палки, маски, перчатки, бинты, чтобы не больно было носить удары. И в праздничный день, в сентябре 2016 года, пошли на территорию стройки, напали на одного гражданина Узбекистана. Но тот сумел убежать, скрыться, соотечественники ему помогли спрятаться. За хулиганство совершенной группой лиц по предварительному сговору молодые люди получили наказание в виде условного лишения свободы. Конечно же, серьезно подмочили свою репутацию и, возможно, будущую карьеру. Потому что с такой статьей, а именно они были осуждены по статье 213, части 2, навряд ли они смогут устроиться и в правоохранительные органы, и куда-то в серьезные компании. Еще одно обвинение в отношении подростков было поддержано прокуратурой в марте этого года. Двое подростков в вечернее время прогуливались, увидели мужчину, который был в состоянии опьянения, ходил, пошатывался, набросились на него, налетели, побили, отняли у него телефон, деньги, ключи. Потом, через некоторое время, этими ключами воспользовались и зашли в его жилище. В квартире похитили деньги, телефоны. Помогли камеры уличного наблюдения. Они сразу изобличили, указали по камерам. Потерпевший опознал тех лиц, которые на него напали, и этих злоумышленников очень быстро вычислили. Полагаю, что приговор, который постановлен судом, будет для них хорошим уроком. И искренне надеюсь, что данные подростки сделают все надлежащие выводы, чтобы больше не совершать подобных поступков. За 2020 год 28 преступлений совершено молодыми людьми в возрасте от 14 до 17 лет. Оформлено полторы тысячи материалов за административные нарушения. Более тысячи протоколов составлено на родителей. Редактор субтитров А.Семкин